Законопроект О госзакупках одним из самых Резонансных в портфеле нынешнего созыва Он отметил, что правительство Не раз давало возможность Отечественному товаропроизводителю Накачать мышцы для того, чтобы быть готовым К интеграционным процессам А что на сегодняшний день имеем, спикер сказал Все государственные органы Сегодня, в том числе и Хазу парламента, закупают автомобили Обновляя Закупаем мы их у отечественных товаропроизводителей В Усть-Каменогорске Ни с того, ни с чего С перепугу В аккурат на 4 миллиона Увеличивается цена того же автомобиля И он автоматически Становится неконкурентоспособным Так как автомобиль Такого же класса Toyota Camry Российского производства В таможенном союзе находящегося государства На 20 тысяч долларов дешевле Нурлан Нигматолин задался вопросом Как в таком случае поступать Государственному органу С одной стороны, ту норму закона Которую вы хотите сейчас заложить С другой стороны, государственные деньги Мы должны будем подходить нерационально И правильно здесь говорят Самое главное, что будут еще надзорные органы Которые завтра подойдут и скажут Вы взяли заранее увеличенную сумму По сравнению с тем, кто у вас был на рынке По скачкам цен, когда один и тот же товар Может приобретаться по разным ценам У разных органов, министр финансов Сказал, что товар будет стандартизироваться А цены унифицироваться С введением нормы по введению единой базы Электронной базы цен Она уже будет исключаться Поскольку мы сейчас унифицируем все цены Будет собираться Вернее, эта работа уже проводится По всем государственным закупкам Будут собираться стандартизироваться товары Определяться, унифицироваться цены И эти унифицированные цены Будут уже использоваться в процессе бюджетного планирования Что позволит избежать вот таких колебаний цен При покупке товаров Тревога депутатов вызывает вопрос качества В госзакупках Особенно касательно детского питания По мнению избранников народа Цена хорошо Но не бывает качественная дешевым Поэтому во главу угла нужно ставить Не только цену, но и качество Жесткий контроль прописывать По тому, чтобы дети все-таки наши питались Не за 100 тенге Когда нужно там 800 или 1000 тенге А именно питались качественно Ну идти в этих вопросах надо От ценовых предложений Ну это же понятно 160 тенге или 140 тенге Ну конечно победит тот, кто даст 120 тенге Кто от этого выиграет Несмотря на принятие сложного законопроекта Спикер заявил Что во втором чтении Над поправками о госзакупках Надо провести более качественную работу И просил правительство Не торопить с этим законопроектом Бибигуль Саржанова, Ганизат Успанов Телеканал ТДК-42 Из Астаны